привет дорогие друзья если вы смотрите это видео значит вы находитесь на канале когда не дома хобби на родных просторах и значит мне есть что вам рассказать и показать в этом ролике я заканчиваю знакомить вас со своим проектом самодельное поворотное устройство проект был начат примерно полтора года назад и с тех пор продвигался с разной степенью активности в зависимости от наличия свободного времени свободных средств да и просто настроение в числе прочего месяца полтора два назад я приостановил работу над поворотным устройством для того чтобы заняться другим проектом я сделал себе 6 диапазонную направленную антенну hex beam давно мечтал о хорошей антенне и вот наконец-то собрался силами моя мечта осуществилась но для этого пришлось временно отложить сторонку поворотку завершение работы над повороткой ну вот антенна получилось замечательно я вот уже дней десять ей пользуюсь прекрасно на меня вот полностью устраивает очень нравится как она работает все все супер предварительно я вас с этой антенной познакомил в предыдущем ролике но конечно же я к ней обязательно еще вернусь вот так же как и вернусь еще к этой поворотке несмотря на то что этот ролик вроде как финальный завершающий вот и произойдет это скорее всего в следующем году летом или может быть ближе к осени опять-таки в зависимости от наличия свободного времени вот тогда когда я буду все это дело вместе монтировать на нормальную мачту сейчас у меня к сожалению пока хороший матч это опять-таки нет вот антенна hex beam вот этот вот он у меня она у меня сейчас смонтирована на моей экспедиционной телескопической дюралевой мачте на трех секциях 9 метров вот и чтобы ее поворачивать нужном направлении она же направленная до приходится выходить из дома и за мачту эту антенну крутить сами понимаете как бы это дело работает но несколько неудобно да и вот этим призвано будет заниматься самодельное поворотное устройство которое я наконец-то завершил вот но пока у меня не на что все это смонтировать зимой вот буду заниматься самодельной опять же мачтой буду варить опыт сварщика у меня есть уже заготовлен материал заготовлены кое-какое оборудование для стапеля там но и все такое прочее в общем не буду на это дело сейчас отвлекаться об этой мачте будет отдельная серия роликов может один ролик может серия как получится и в результате у меня получится полностью самодельная такая система мачта поворотка антенна это просто вот для каждым так для моей души как для конструктора радиолюбителя инженера в конце концов это прям вот или и лей такой знаете да все самодельное чтобы все это еще хорошо работала но да ладно не буду растекаться мысью по древу сейчас речь не об этом в общем следующем году планирую наконец-то все это поставить смонтировать и обязательно сниму один-два сколько там нужно будет роликов чтобы показать вам как все это работает вместе самодельное поворотное устройство самодельная антенна хексбим на самодельной же марсе вот сейчас давайте мы вернемся к теме этого ролика последних последней стадии после завершению собственно говоря работ над над проектом самодельное поворотное устройство хочет сейчас произнести фразу знаете как раньше в старых советских фильмах в некоторых такая такое произносилось краткое содержание предыдущих серий да но я этого делать не буду я просто напомню вам что предыдущих роликах я вам вас познакомил с контроллером поворотного устройства вот он у меня за спиной сейчас стоит до готов к демонстрации значит познакомил частично с ротатором над которым я уже тогда начал работу но потом вот пришло лето стало не до него вот и сейчас я вас познакомлю как это все действует в комплексе то есть принципе все готово остались небольшие мелочи которые в общем то я не счел нужным сейчас вот к данному моменту полностью что все это заготовить где-то гаечки не хватает где-то чего-то в целом все собрано осталась мелочевка то есть принципе я вам сейчас готов продемонстрировать как все это работает чем собственно сейчас и займусь давайте посмотрим покажу вам как все это что что у меня в итоге получилось друзья мои я заранее прошу вас прощения за освещенность да и возможно за качество картинки к сожалению у меня не нашлось подходящий скажем так лампа подходящего света чтобы все это качественно качественно осветить и показать но собственно говоря с редуктором с самим вы уже знакомы это сиджер 050 50 размер с с коэффициентом передачи 50 опять же да я вам уже его показывал рассказывал про него внизу редуктора смонтирован вот такой бокс такая коробочка в нем располагается значит датчик положения мы в нем же располагается небольшая речка распределительная куда значит заходит питание двигателя мотора привода этого хозяйства ну и естественно выход все это вместе уже отсюда выходит здесь провода датчика и провод значит питание мотора вот все это идет уже непосредственно в контроллер но это я вам тоже показывал правда еще не в собранном виде но тем не менее останавливаться на этом тоже долго не буду и вот значит что новенького с того момента появилась крайне говоря я не помню рассказывали вам про привод который в которой я да на котором остановился вот качестве привода я выбрал вот такой червячный мотор редуктор на 24 вольта с офигенным крутящим моментом вот это мотор редуктор от господи как называют то ну в общем гаражные ворота секционный пам гаражные ворота 750 размера то есть это редуктор dorhan 023 мотор редуктор изумительный в общем надо сказать штука превосходно работает тихо бесшумного имеет очень хороший ресурс но по отзывам по крайней мере по заявлениям производителей да вот сделал я вот такую переходную от пластиночку лепешечку на которой закрепился этот мотор редуктор и убрал с него лишнее здесь вот был какой-то датчики аж не помню не нужно мне и убрал вот и потом через значит там еще внутри есть переходничок свала этого редуктора на входной вал вот этого редуктора да то есть там все это внутри соединено все смазано все уже загерметизировано собрано уже на постоянку поэтому я вам сейчас не разбираю не показываю ну я так думаю что особо интересно там ничего нет там так технические мелочи вот как я уже еще в предыдущем одном из предыдущих роликов вам рассказывал я планирую значит смонтировать редуктор поворотного устройства не на вершине мачты а у ее основания то есть у меня будет несущая ферма да внизу первая ферма самый нижний который будет стоять на фундаменте на который будет смонтирована вот это поворотное устройство значит транзитом через всю мачту она будет четырехсторонняя мачта прямоугольного сечения да 20 на 20 сантиметров предполагается такая квадратная мачта значит транзитом через всю мачту будет идти трубостойка по полной на всю длину мачты то есть примерно 12 метров трубостойка 55 миллиметров она будет внизу значит стоять на поворот на опорном подшипнике вот а на высоте редуктора на ней будет смонтирована ответный ответная звездочка вот к этой вот звездочки этот ведущая звездочка она здесь посажена на штатную шпонку все то есть все замечательно все здесь держится но небольшой люфт есть но это люфт самого редуктора то есть здесь все хорошо вот вот кстати то что еще мелочи остались которые вам говорил вот здесь надо сделать какую-то скажем так что все это намертво закрепить звездочка чтобы не ездила верхней сейчас она снимается одевается свободно вот то есть но это мелочи они их я на них останавливаться не буду так вот значит на трубостойке которая будет идти транзитом через всю мачту будет смонтирована ответная звездочка и дальше цепной привод вот примерно как я это сейчас себе предполагаю я сейчас как раз занимаюсь проектированием мачты и собственно говоря креплением на этой массе вот этого поворотного устройства вот вы видите значит как это примерно будет выглядеть вот занимаясь этим solidworks очень удобная программа ну вот собственно говоря на этом тоже дальше останавливаться не буду и идем дальше конкретно по поворотке по мачте как я уже сказал будет отдельный ролик или отдельная серия роликов я вам там все обязательно тоже покажу и расскажу ну вот собственно говоря сами видите да все просто примитивно то есть никаких особых сложностей тут нет привод червячный вот червячный же редуктор двойная червячная передача крутящий момент бешеный то есть может крутить практически любую мачту любую трубостойку любую антенну значит теперь давайте я как бы это сделать так чтобы можно было и то и другое сюда поставить давайте я вот отодвину вот это все хозяйство и поставлю сюда контроллер контроля так поставлю контроллер его надо на чего-нибудь на что-нибудь приподнять что-то под него подложить вот так вот сейчас подложу под него рулончик скотча вот я думаю так будет нормально и немножко отодвину камеру вот так вот да друзья сразу скажу значит частота вращения выходного вала ротатора до самого она примерно она чуть чуть быстрее чем оборот в минуту один оборот там и еще 10 градусов примерно в минуту сейчас это при номинальном напряжении 24 вольта сейчас к сожалению у меня такого источника здесь нет я блин не взял с собой блок питания здесь у меня в наличии только блок питания от трансивера 12 вольт 13 8 поэтому скорость вращения не обращать внимание она будет но существенно ниже чем номинальная вот ну что давайте поехали включаем контроль контроллер господи а включил он у меня уже заранее все откалибровано так дед господи через яркость свечения limbo чуть убавлю чтобы не блин не бликовало вот вот собственно и все но по умолчанию значит иском и азимут при включении контроллера значит устанавливается значение 180 градусов вот давайте мы туда и поедем сразу скажу что это уже дело откалибровано то есть я пробовал все ездит с точностью до пол градуса но тут особенности говорю вот есть люфт поэтому совсем уже до градуса точно до нуля как говорится градусов не получается да это и не требуется не нужно достаточно этой точности вот давайте поехали вот я нажимаю а кнопку автоматический поиск а стоп нежно да еще питание подать я спитами подал ой господи сейчас секунду друзья я прошу прощения немножко отвлекусь у меня здесь пока что нету нормального кабеля и все это сделано на все это сделано на крокодиль чеках ну вот здесь вот как эти самые как господи коммуникации все так вот это питание подал и давайте значит что давайте поехали да и вот он начинает вращаться сначала вы слышали шим вот это разгон все старты все стопы проходят через разгон торможения чтобы не было никаких резких дерганий вот он сейчас доедет до 180 градусов здесь вот вы можете видеть попробую увеличить вот опять послышишь слышится звук шима это торможение перед остановкой когда значит вал доезжает до 10 градусов ну здесь остается 10 градусов до намеченной цели он тормозит тормозит до 40 процентов если я не ошибаюсь значит но у меня сейчас так настроена настроить можно любую можно даже вообще отключить это торможение разгон он будет прям с места стартовать как говорится это сам пробуксовый также останавливаться но я сделал вот с торможением дальше все это можно также покрутить вручную пожалуйста да вот в одну сторону поехал в другую сторону поехал ну конечно для демонстрации лучше было выбрать номинальную скорость вращения на частоту вращения но вот блок питания что-то я забыл ну вот работает лимб сами видите да вот это светодиодный то есть все показывает здесь я показываю давайте поставим не знаю там уедем куда-нибудь 135 градусов ставим как вы видели да нужный нам угол нужный азимут нажимаем кнопочку и она поехала можно регулировать и частоту вращения вручную 10 показывается вот сейчас 67 процентов и вы слышите писк шима но и так медленно ставим максимум вот 35 процентов скорость торможения разгона но там подъезжает все подъехал пикнул он находится на искомом азимуте вот немножко видите между 5 и 6 скачет здесь дрожит циферка это вот как раз вот этот джиттер вот из-за нечеткого вот сейчас нормально правильно встал а нет на 136 въехал вот из-за вот этого вот люфта там вибрации присутствует но это не катастрофично в общем все замечательно работает крутящий момент изумительный я все попробовал будет все замечательно крутится поворотка работает как задумано остались только мелочи от которых я уже сказал какой-то там крепеж еще что-то там элементы укрывки обязательно будет какой-то кожух до чтобы там не снегом не водой все это не заливал я не хочу все это мазать какими-то там герметиками мастиками вот пусть как есть так есть вот если сверху прикрыть от атмосферных явлений осадков до дождя там всего этого но и так будет прекрасно себя чувствует прекрасно будет работать ну вот собственно говоря и все все рассказано все показано все работает так как было задумано реализованы все функции которые мне хотелось бы видеть в этом поворотном устройстве проект завершён на проекте можно ставить точку и теперь я конечно же хочу поблагодарить всех кто следил за этим моим проектом смотрел мои ролики кто следит за всеми моими проектами все что я делаю кто пишет в комментариях дельные советы просто дельные комментарии не сомневайтесь я читаю все что вы пишете ничто не проходит мимо меня не что не пропадает даром все что дельного вы пишете все остается здесь на все и реагирую на особо интересные комментарии я всегда отвечаю так что пишите комментируйте давайте советы мне всегда приятно видеть что раз вы пишете в комментариях значит вы меня смотрите значит вам интересно то что я делаю а это в свою очередь стимулирует продолжать заниматься какими-то интересными делами интересными проектами и знакомить вас с ними поэтому заходите на канал следите за моими следующими проектами следующим проектом будет мачта 12 метровые вот для всего этого хозяйства до для новых антенны и для нового поворотного устройства вот я обязательно познакомлю вас с результатами сам процесс изготовления мачты там ничего интересного нет резко болгарка и сварка сами понимаете снимать там особо нечего но с результатом безусловно я вас познакомлю поэтому обязательно заходите на канал кто не подписан подписывайтесь обязательно пишите в комментариях мне всегда повторюсь приятно их читать на этом будем прощаться если вам понравилось это видео и этот проект ставьте палец вверх если не понравилось что же бывает и так ставьте палец вниз будьте здоровы берегите себя пока пока